Привет! В нашей программе только актуальная информация, о которой мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Кто запустил занятия по финансовой грамотности для пенсионеров? Почему наш город называют родиной отечественного спорта? Какие его виды являются сегодня брендом Петербурга? И где в северной столице можно увидеть спортивные трофеи легендарных спортсменов и узнать историю выдающихся побед? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Ну а начнем с информации, которая может вас легко шокировать и, например, заставить белое назвать черным. Проще говоря, с фейков, которых в последнее время стало слишком много. И некоторые из них действительно требуют подробного разбора. В этой рубрике не раз мы затрагивали темы, которые, как феникс, восставали из пепла. Обычно так происходит, если тема была актуальной или необычной, и к ней можно привязать новые подробности спустя месяц-другой. Но сегодняшняя история вернулась спустя одну неделю. Российский портал Госуслуги со 2 февраля приостановил прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов, которые выдаются на 10 лет. Причиной назвали высокий спрос на эту услугу и перенастройку производства чипов. Однако настоящая причина кроется в том, что вот-вот начнется вторая волна мобилизации. Вся эта информация является чистейшим примером манипуляций и обмана читателей. В одну новость собрали сразу два инфоповода, если это вообще можно так назвать. И цель у этого до безумия простая. Посеять панику среди вас, среди людей. Испортить вам настроение и делать это как можно чаще. Тему с временной приостановкой производства загранпаспорта сроком на 10 лет уже откатали. А вбросы про очередную волну мобилизации уже всех достали. Поэтому, я полагаю, было решено связать два просроченных товара и продать их в новой упаковке. Таким образом, старые новости можно снова и снова пускать по всевозможным чатам, мессенджерам. Чтобы люди еще больше времени тратили на информационный мусор и пересылали его друзьям. Ведь кто-то, может, и попадется на такие уловки. Разобрать этот вброс под названием «Два по цене одного» довольно легко. По нескольким запросам в интернете находим опровершение всем словам и фейкам о связи новостей про загранпаспорта и слухов о второй волне мобилизации. Повторить стоит и то, что загранпаспорт с чипом нуждается в чипе, что очевидно. И производство сейчас донастраивают на заводе «Микрон». Кстати, люди все еще могут получить паспорт на 5 лет и спокойно уехать за границу. Так что, якобы, ограничения вообще притянуты за уши и не имеют никакой почвы под ногами. А всевозможные слухи про очередную волну завтра, через неделю или вообще вчера я и разбирать не буду, потому что можно с ума сойти от количества этой чуши. Чтобы этого не произошло, нужно всего лишь относиться к любой информации в интернете с недоверием. Будьте предельно внимательны. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Прежде всего, поздравим всех смелых экспериментаторов, исследователей и новаторов с профессиональным праздником – Днем российской науки. Страна вами гордится и старается сделать все, чтобы быть ученым было по-настоящему престижно. Так Кабмин расширил программу по обеспечению жильем молодых ученых. Теперь получить сертификаты на приобретение квартиры могут не только научные, но и научно-педагогические работники организаций и вузов, вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Чтобы получить такую поддержку, человек должен проработать в сфере науки не менее пяти лет. И иметь ученую степень кандидата или доктора наук. При этом первый должен быть не старше 35 лет, а второй — 40. В этом году на сертификаты будут претендовать около 3,5 тысяч человек. А средний размер выплаты составит порядка 3,5 миллионов рублей. Стать финансово грамотным никогда не поздно. Именно поэтому Центробанк запускает весеннюю сессию специальных онлайн-занятий для старшего поколения. Эксперты подробно расскажут пожилым людям, как распознать самые ходовые схемы мошенников для получения доступа к деньгам доверчивых граждан. Также участники программы узнают, как сориентироваться в разнообразии финансовых и банковских продуктов и как выбрать подходящий. Ну и разумеется, сотрудники Банка России научат грамотно формировать свой бюджет. Всего запланировано 100 таких вебинаров. Расписание инструкций для участников размещены на сайте проекта. К занятиям можно подключиться как группой, например, в центрах соцобслуживания, так и индивидуально — с помощью компьютера, смартфона или планшета. А теперь важная информация для всех поклонников спорта. Минцифры запустила приложение «Карта болельщика». Она нужна для посещения матчей российской премьер-лиги. Оформить ее нужно заранее, до игры, в том числе для детей до 14 лет. А чтобы сервисы «Карты» были удобны для болельщиков, создано мобильное приложение. В нем можно сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к интернету. Достаточно предъявить QR-код. Новшество пригодится для прохода на площадку не только зрителям, но и самим спортсменам, а также персоналу стадионов и журналистам. А еще в приложении можно посмотреть расписание будущих матчей, купить на них билеты, узнать о бонусах и многое-многое другое. Пока «Карта болельщика» доступна в бета-версии и дорабатывается. Однако программа уже доступна в онлайн-магазинах приложений. Продолжаем наш эфир и сегодня поговорим о родине отечественного спорта Петербурге. Именно в нашем городе образовались первые спортивные кружки и клубы. Начали проводиться первые российские и даже международные соревнования. Ну а сейчас открылся Государственный музей спорта. Как формировалась его экспозиция? Как решали, что важно, а что нет? Эти и другие вопросы мы решили обсудить с нашим гостем Игорем Сологубым, советником, председателем комитета по физической культуре и спорту. И также в прошлом спортивный журналист, телеведущий и многие-многие еще регалии, которые точно могут не влезть даже в наш эфир в короткую беседу. Не будем, не будем. На этом будем. На текущем моменте останавливаться. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Но все равно мы остановимся на первом же вопросе, который нужно озвучить. Почему наш город действительно называют родиной, столицей спорта? На самом деле, потому что, как говорилось в известном кинофильме, это и есть факт месье Дюк. То есть Санкт-Петербург был столицей Российской империи, столичный город, в котором, ну, по определению все начиналось. Самые пытливые умы, самые энергичные люди, самые передовые технологии, все естественным образом концентрировалось в этом центральном городе. И дальше, ну, собственно, конец 19-го века, начало 20-го века, появление интереса к тому или иному виду спорта, собственно, это и давало определенную динамику. И очень любопытно, что, ну, наверное, уже все слышали про то, что первый футбольный матч, первый официальный футбольный матч, это все Петербург, это все было у нас здесь. И мне, могу сказать, что посчастливилось достаточно долго на территории Академии тыла и транспорта. Находилась вот эта вот территория, собственно, на Васильевском острове, где состоялся первый официальный задокументированный футбольный матч, который игрался по правилам. Мы там достаточно долго арендовали поле, играли в футбол. В общем-то, соприкоснулись с историей в прямом смысле этого слова. Но, помимо этого, если начинать копать, то есть масса любопытных вещей. Например, в прошлом году, когда Комитет по физической культуре и спорту проводил мотопробег, открытие сезона, соответственно, выяснилось, что Петербург, ко всему прочему, еще родина и мотодвижение. Потому что в 1898 году состоялся первый пробег, в котором участвовал, по-моему, один автомобиль и остальные такие называемые трициклеты. И, соответственно, такие трехколесные мотоциклы. И, соответственно, вот этот день в октябре месяце, по-моему, считается стартом и автомобильного такого движения в нашей стране, и мотоциклетного спорта тоже в нашей стране. И здесь чего не возьми, все время будет. Что-то, где мы скажем, что вот, как говорилось в свое время, что Петербург чемпион всего. Но это действительно правда. Тут нам очень повезло с историей нашего города. Мы такие, ну, нам по определению все это перешло. И мы так потихонечку стараемся это поддерживать и разбивать. То есть можно спокойно сказать, что любой спорт, он набирал большие масштабы в Петербурге и дальше уже расходился по остальным городам, регионам. Ну, наверное, не будет абсолютно корректно сказать, что любой спорт. Но совершенно очевидно, что художественная гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика, плавание. И еще там через запятую много всего из более свежего керлинга. То есть Петербург уже в новейшей истории, в принципе, родина отечественного керлинга. И замечательно есть объекты спорта, на которых может проводиться теперь любое соревнование любого уровня по этому виду спорта. И так далее. Ну, просто исторический факт, который надо принять, которым гордиться и в котором, ну, по мере сил принимать какое-то участие. Потому что, ну, все мы знаем, первый олимпийский чемпион Панин Коломенкин, Юсуповский сад. Ну, наверняка, петербуржцы многие проходят, в общем, и не раз, и не два за неделю по садовым и Юсуповского сада. Но лишний раз просто обратите внимание на то, что вот это то место, где началось отечественное фигурное катание, которым мы так гордимся, которое наша абсолютная слава. Потому что там был первый, собственно, каток, общедоступный, на который можно было прийти со своими вот этими смешными коньками и как-то попытаться, значит, что-то изобразить там на льду. Ну, и Панин Коломенкин там так натренировался, что в восьмом году прошлого века выиграл олимпийскую медаль. Ну, в общем-то, записали, значит, Петербург победитель во всем. И переходим к мысли, которую вы уже затронули. Гордиться, наблюдать за результатами, которые были вчера в Петербурге. Открылся Государственный музей спорта. Потрясающая, красивая экспозиция. Я лично там был на этом открытии. Мне понравилось визуальное решение, потому что это оформлено не просто как несколько витрин с экспонатами, а у всего это есть идея. Вот даже прямо сейчас на экранах видно, что там происходило. Мне очень понравилось. Как возникла идея, желание, может быть, так открыть музей спорта? Ну, на самом деле, опять же, как в известном кинофильме, желание должно совпадать с возможностями. Интерес и потребность, запрос о том, чтобы появилось подобное, ну, я не знаю, место, скажем так, подобный музей в городе, он существовал достаточно давно. И в недрах комитета какое-то время назад был небольшой музей, где, собственно, ну, каким-то образом там экспонировались кубки, какие-то награды, какие-то артефакты, но там не было масштаба. То есть это было скромненько-камерно, можно сказать? Да, но потом и ее не стало, и постоянно этот вопрос витал в воздухе. И здесь можно рассказать целую такую, а может быть, детективную историю и назвать всех причастных к этому делу людей. И проследить интересную цепочку, как идея материализуется во что-то и приносит ту радость, которую, во всяком случае, вчера все реально испытали. И я был искренне горд тем, как подходили заслуженные люди, олимпийские чемпионы, которые ковали эту славу и говорили, «Воже мой, в этом зале мы проводим каждый год олимпийский бал». Сколько раз в этом зале звучало, что «Да будет музей спорта, чтобы мы могли не просто собираться раз в год, но где-то передавать свои знания, свою историю, рассказывать о том, как эти победы достигались, что они значили». Вот теперь это место появилось. А если предыстория, она такая, на самом деле. А чемпионат Европы, который проходил в нашей стране, в нашем городе, был отмечен многим рядом событий. И, в частности, ребята инициативно организовали такое пространство, называлось оно «Квартира 60». Было на Манежной площади, посвящено победе сборной Советского Союза в чемпионате Европы 60-го года. Соответственно, глава этого направления, Эдуард Ладыпов, президент клуба болельщиков сборной России, вступил в плотное общение с Государственным музеем спорта, который находится в Москве, с госпожой Стягиной Еленой Александровной. Соответственно, появилось какое-то такое взаимодействие. Они помогали с экспонатами, с правильной постановкой. Даже с идеей, например, можно... Ну, идея была все-таки, наверное, у самого клуба болельщиков. Ну, в общем, помогали. И наладилась хорошая, такая успешная, правильная коммуникация, когда люди понимают друг друга. Затем на форуме «Спортивная Россия» в Казани, собственно, Ладыпов, госпожа Стягина... Все те же действующие лица. Да, и плюс Борис Михайлович Петровский был презентован проект такого мобильного музея для того, чтобы... Мобильного дома болельщика для того, чтобы показывать какие-то, собственно, эти артефакты, доводить их до людей. История понравилась, и, собственно, от нее переросло поручение уже Комитету по физической культуре и спорту проработать вопрос о создании музея. Уже мы, в свою очередь, вступили во взаимодействие с Государственным музеем спорта. И в Кемерово через год, опять же, на форуме «Спортивная Россия» было подписано соглашение, по результатам которого, в общем, помещения на Мойке-23 были переданы Государственному музею спорту для организации Государственного музея спорта Санкт-Петербурга, который вчера открылся. Вот такая вот длинная история. Еще раз здесь хочется поблагодарить всех участников и сказать, что это было непросто, потому что очень много такой муторной, неинтересной, чисто бумажной бюрократической работы, которую держал на себе и Комитет, и аппарат вице-губернатора и так далее. Но все это закончилось победоносно. Теперь можно просто прийти и посмотреть на экспозицию. Совершенно верно. Ну и прежде чем мы перейдем к дальнейшей части беседы, предлагаю посмотреть материал моего коллеги Алексея Смирнова, который рассказал о еще интересных музеях, не в Петербурге, а которые вообще можно увидеть. Давайте посмотрим. Давайте. В разных странах мира по-разному чтут историю своих атлетических побед. Знаменитые спортивные музеи есть на всех континентах Земли. Национальный музей спорта Австралии находится прямо на Мельнбургском крикетном стадионе. Внутри выставки и галереи предметов, связанных главным образом с австралийским футболом, крикетом, летними и зимними олимпийскими играми. Коллекция Музея спорта Франции в Ницце рассказывает о главных победах и поражениях французских спортсменов, начиная с 16 века. Здесь можно увидеть скульптуры, дипломы, медали, статуэтки и более 20 тысяч постеров со спортсменами и любимыми командами. Среди легендарных экспонатов – футбольный мяч с финала Кубка мира 98-го, лыжи трехкратного олимпийского чемпиона Жан-Клода Килли, а также картины Мариса Дени на спортивную тематику. Национальный музей футбола в английском Престане получил награду «Большая достопримечательность года», а возглавляет его сам обладатель Кубка мира сэр Бобби Чарльтон. Так музеи спорта по всему миру становятся настоящими центрами притяжения для туристов и обеспечивают преемственность спортивных достижений в стране. Прямо сейчас возникает желание задать вопрос, который часто задают по отношению к любой вещи, которая произошла. Зачем? Зачем в Петербурге открыли Государственный музей спорта? Ну, казалось бы, мы же и так можем в интернете все посмотреть. Зачем? Ну, на самом деле вопрос простой и сложный одновременно. Потому что, ну, во-первых, потому что его не было. И, как мы с вами выяснили в предыдущей части нашего беседы, Петербург – родина отечественного спорта. А музея нет. Да, а музея нет. Вроде как нехорошо. Какое-то несоответствие. Это раз. Во-вторых, ну, как мы видим эту ситуацию, как мы ее понимаем, музей – это начальная такая фаза, это точка притяжения. Дело в том, что хочется, чтобы появился проект, общественный пространство, который мы называем для себя домом спорта. То есть, чтобы те же самые олимпийские чемпионы, чтобы те же самые награждения, они проходили не просто, как сейчас проходит в зале коллегии или в олимпийском зале комитета, а в каком-то месте, у которого есть своя аура, какая-то история, какое-то значение для города и для тех людей, которые там находятся. Кроме того, в этом доме спорта мы надеемся, что будут лекции, мастер-классы, какие-то коллаборации с другими направлениями. В частности, у нас подписан договор с капеллой, мы с литературным музеем разговариваем о том, что тоже появятся какие-то вещи, которые на стыке будут существовать, потому что известно, что многие музыканты и писатели и художники любили спорт, сами кто-то играл и так далее. То есть, здесь есть масса всего интересного, что можно упаковать куда-то, но это место должно быть. В данном случае, музей спорта – это такое новое место силы, такая точка притяжения, которую мы хотим создать для того, чтобы ценность спорта, его значение, значение того, что сделали эти замечательные люди, ну потому что вот вчера действительно, ты их всех видишь… Чемпионы олимпийцы приходили и своим примером показывали, что вот даже вот, это я получил эту фотографию. Да, да, да. Ради этого только стоило вот все это сделать, чтобы они вот все собрались вместе, видите эти улыбки на их лицах и так далее. Поэтому, мне кажется, это будет и интересно, и полезно, и содержательно правильно, скажем так. Потому что, ну вот я каждый день иду на работу, на Невском я вижу музей пыток, музей каких-то уродцев, значит, музей Тутанхамона, музей эмоций, чего угодно есть музей. И все это музеи, которые, в общем-то, в какую-то развлекательную сторону человека крутят. Нам немного все-таки не хватает каких-то вещей таких сущностных, правильных, ценностно наполненных. А здесь, когда ты попадаешь вот в эти стены, когда ты видишь вот все вот это, то и оно настоящее, да, немного у тебя восприятие, наверное, окружающей действительности будет меняться. Ну и тогда вот у нас остается полтора минут до конца эфира. Хочу задать самый важный вопрос, к которому все это шло. История – это прекрасно. Как Петербург был спортивным, зарождались разные виды направления спорта. Потому что сейчас, мы живем в сегодняшнем дне, сегодня Петербург остается спортивным. Молодое поколение, подрастающие – это такие же будущие чемпионы или уже действующие? Ну, я абсолютно уверен, что если человек родился на берегах Невы, то выражение «играть за колонны», биться за колонны и достигать каких-то побед – это для него не пустой звук. Но, знаете, я застал времена, когда наш питерский спорт, я имею в виду, был не на самых передовых позициях, в том же самом футболе, хоккее. И я всегда говорил, что для нас, для тех, кто болеет искренне за город, гораздо важнее процесс и твое собственное отношение. Сколько ты в это вкладываешь. А что получится, выиграть этот спорт, может, и не получится выиграть. Но в данном случае, опять-таки, если возвращаться к тому же музею, мы все вложились в это дело по полной. И, наверное, символично, что, ну так совпало, что музей открылся в годовщину, 9-летнюю открытие Олимпийских игр в Сочи. То есть это очень такая правильная дата и верное такое совпадение. Потому что вот как раз-таки такого количества счастливых и объединенных спортом людей, как в Сочи, я, наверное, в своей жизни никогда не видел. Это был какой-то абсолютный Новый год. Я надеюсь, что музей спорта, который доступен теперь, и он, март-февраль, будет работать в тестовом режиме. Но, в принципе, можно записаться на экскурсии, приходить и, в общем, ну, прочувствовать все то, о чем мы говорили сейчас, и понять, так это или нет. Игорь, спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо. Я хочу порекомендовать, правда, сходите, посмотрите эта интересная экспозиция с интересной взывающей составляющей и экспонатами тоже. Напомню, мы беседовали с Игорем Сологубым, советником председателя комитета по физической культуре и спорту. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если задались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем испугай. Я Леонид Филиппов. Я Леонид Филиппов. Я Леонид Филиппов.